Как выбрать перспективную идею, где можно найти инвесторов и финансирование, как проверить надежность партнера? Ответы на эти и многие другие вопросы могут получить участники новой бизнес-школы, которая заработала в областном центре. Освоить технологию запуска бизнеса, спроектировать свой стартап и возможность сделать первые продажи продукта. Организаторы встречи предполагают, что эти задачи им удастся реализовать вместе с опытными наставниками и талантливыми студентами. Было сразу понятно, что эта тема очень важная, нужная, актуальная. То есть получаем большое количество откликов и отзывов от людей, которые заинтересованы в том, чтобы начать свой какой-то бизнес, свой какой-то стартап. Поэтому, собственно, и решили поддержать как организаторы основные этот проект у нас в Бресте. Гость первого бесплатного занятия Кирилл Волошин. Имя этого молодого человека давно известно интернет-пользователям благодаря проектам, в которых он является соучредителем или инвестором. В числе самых популярных Тутбай и Хостербай. По мнению самого лектора, такие образовательные проекты – необходимость продиктованная временем. А в зале редко встретишь случайных людей. Когда человек покупает машину или даже, я не знаю, кошелек, редко это является импульсной покупкой. Правда? Человек ходит, он так посмотрит, покрутит. Может быть, на следующий день придет. Может быть, намекнет там, не знаю, жене, матери, дочери, что вот хотелось бы кошелек, и я видел неплохой в ГУМе. Так и тут. Не все, и это совершенно нормально. Мы все люди, не все пришли с готовым желанием и намерением этим заниматься. И не у всех, может быть, есть идея, что именно они хотят развивать. Но когда ты вращаешься в этой сфере, когда ты думаешь про это, то, естественно, как-то в процессе общения и размышления можно прийти к тому, что это твое. Пока прошло только первое занятие, организаторы курса информируют. Присоединиться к обучению можно в любое удобное время. Для этого необходимо связаться с организаторами стартап-школы и прийти на ближайшую встречу, которая состоится в Брестском технопарке.